Всех приветствую на канале. Пятая серия. Делаем модуль толкача к мотобуксировщику. Сзади меня видите водопроводные трубы. 5 штук. 110 труба. Вот думаем из них и сделать. Также подготовлен руль от мотороллера Муравей. Всё в дело уйдёт. Для начала торцуем с этой стороны, отмеряем 2 метра и отрезаем с той стороны. Готово 5 штук по 1,90 метра. Изготовлены шпильки специфические разные. 8 сантиметров резьба, шайбы. Десятка отверстия. Здесь 7 сантиметров шинки приварены. С задней части отступали 20 сантиметров. Сверлили отверстие. И тоже с конца до этого отверстия метр двадцать. Здесь ещё будет дополнительная шпилька как раз посередине. Всё засверливаем обычной шпилькой той же самой заточенной. Вот и всё. Шпильки десятка. Длина 42 сантиметра. Три штуки. Начали сшивать. И вот сами видите, для чего нужны были эти резьбы. Вторую трубу накинули. Резьбы, видите, они будут располагаться сверху. А снизу вот эти шинки. К ним будет привариваться направляющая. Вот сейчас мы вымеряем. Она из стройки. И ширина её 4 сантиметра. Там будет наискосок спиливаться. Это будут склизы для твёрдых покрытий. Мало ли где-то дорогу пересекать, чтобы трубы не точить. И всё остальное как раз будет сказить вот по этому ребру. 64 сантиметра склизы получились. Одна склиза готова. Выставляться будет на 1 сантиметр. Собрали. Осталось здесь поставить шайбы. И закрутить гайку. Шайба, видите, какая? Не лезет. Какой выход. Всё очень просто. Вот так всё делается. Заводится внутрь трубы. Там немножко она придерживается. И вставляется. Сейчас сами всё увидите. Вот таким образом всё делается. Гайка на месте. Полоски 3 сантиметра. Толщина их пятёрка. Два профиля 40 на 20. Длина 63 сантиметра. Притянули по краям. И между ними тоже такой же профиль будет привариваться. Но пока неизвестно где. Потому что здесь будет установлен руль. Сейчас нужно будет изгибать передний край. Поднимать вверх. Толщина на трубах здесь 8 миллиметров. Закрепили всё это дело саморезами 80 к полу. Начинаем прогревать. Так, наверное, хватит. Потому что уже пошло. В принципе, вот такой вот угол вышел. Застывает всё. Укрепляем нос ещё одной шпилькой на 10. Всё стянули. Шпильки здесь только восьмёрка. Потому что шинка такая узкая. Широкая больше нет. Решили восьмёрку поставить. Приварил ручку. Профиль 15 на 15. Хотели болгаркой сначала пилить. Но потом решили всё же пилить штилём. С торца труб будем садить на клёпки уголки. И здесь пойдёт уже транспортерная лента. Тоже через клёпки. Чтобы сюда снег не наталкивало лишний. Вот такой загиб получился снизу. Всё ровненько. И вон они с клизы. Нос полностью готов. Смотрите сейчас с другой стороны. Всё. Ветки уже сюда между трубами попадать не будут. И самое главное снег тоже не будет наталкивать в трубы. Получилось довольно прочно. Когда прокручивал саморезы. Заметил что очень хорошо трубы стянулись друг с другом. С задней части приделали кусок пожарного рукава. Чтобы при движении назад он просто вот туда вниз уходил. И уже снег забиваться внутрь труб не будет. Приблизительно вот так вот она будет установлена. И не сказал я. Её вес в общем где-то приблизительно 30 килограмм. Не больше. Ширина получилась 53 сантиметра. А её длина получилась метр семьдесят. Пока что отпилили. Всё что мешает. И нужно делать ревизию. Прихватил две перемычки 28,4 сантиметра 36,6 сантиметров. Сделали ещё одну поперечину 25 сантиметров от края до неё. Руль нужно выставить немного даже ближе к буксировщику от середины. Чтобы нос, он как бы плавал. Всегда выше смотрел. А не клевал вниз в сугробы. От родных амортизаторов отрезал крепление. И сейчас ставим их на рулевую колонку. Прикручиваем. И уже будет видно где они будут привариваться. Руль установлен. Уши здесь были. Спилил. Вот таких вот два куска профиля. Длина семьдесят три сантиметра. Это пятьдесят на двадцать пять профиль. И будет он вариваться уже вот к этому маятнику. Вот так вот. Пока всё вот так выставлено. Всё на прихватках. Проваривать пока ничего не буду. Сейчас все расшивки будут. Все укосины. А потом уже монолитом буду всё варить. Чтобы ничего не увело. До линии двадцать шесть сантиметров. И уже потом выпилил укосины. Вот так вот они здесь встанут. Выпилил вот такие укосины. Ещё из пятёрки. Буду приваривать их вот здесь внутри. Ещё два уголка на пятьдесят. Будут привариваться вот сюда. Начал проваривать. Сверху всё готово. Полностью с боков. Всё проварил. Уголки. Усилители отсюда. В общем, сейчас вырезали три пластины. Семнадцать сантиметров на четыре. Крепиться они будут вот здесь. Посередине. И вот здесь в торец. С краю тоже будет всё провариваться. В них будут просверлены отверстия. У рулевой колонки тоже всё готово. Сверху уже всё полностью проварено. Задняя часть из клизов. Отпилил вот эти вот уголочки. Чтобы не задиралось во время движения задним ходом. Маятник на той стороне. И теперь всё доступно. Провариваю с этой стороны. Ещё два изготовили усилителя. Будут они вот на эти места привариваться. Практически готово. Переворачиваем. И с другой стороны провариваю. И уже можно красить всё. Изготовлены вот такие вот рем-гайки. Это тоже от мотороллера. Пружины амортизатора распилены. Приварена десятка. И будут они вкручиваться вот на эти четыре места. Теперь через эти кольца можно свободно протаскивать верёвку. И уже привязывать какой-никакой груз. Всё пока выполнено в чёрном цвете. Сделали сидение. Подключаем тросик газа, тормоза. Заводим провода. Пропилили вот такой пропил в середине капота. 10 сантиметров. Блок управления поставлен. Включение света. И эту кнопку подключил на глушение двигателя. То есть как бы можно ей глушить двигатель. А можно глушить двигатель отсюда тумблером. То есть два места есть. И давайте наверное сейчас заведём. Кстати предохранитель стоит на 30 ампер. Всё работает. Провода с тросиками зафиксированы таким образом. Вот такой жгут выходит отсюда. Замотан тряпичной изолентой. Так вот он держится. Лежит. Чтоб был свободный ход. Все провода полностью собраны. Фароискатель поставлен. С возможностью регулировки вверх-вниз, вправо-влево. Доделали фаркоп. Будет шайба. И вот такая рем-гайка. Всё очень плотно будет прикручиваться. Сделали ножки. От ижа приварили. Для удобства руления. И вообще чтобы ноги было куда поставить. Они складывающие. Изготовили сидение. Обтянули эко-кожей. Основание из фанеры. Толщина двадцатка получилась. Два листа по десять. И внутри у него поролон от газоновского сидения. Сидение получилось мягкое. Хорошее. И прикручено оно снизу саморезами. Казалось бы, всё готово. Но возникла очередная проблема. Вот смотрите, с сидением теперь очень плохо открывается капот. Поэтому сейчас мы его переделаем на эту сторону обратно. Даже нет слов никаких. Всё готово. Осталось единственное изменить немного цвет. Пришлось сделать сквозной пропил. Вот так решили сделать. Просто это удобнее. Поодновили красочкой. Теперь смотрится совсем по-другому. Ярких красок добавили. Вот мы и закончили наш проект. Следующая серия будет по ценам. Ну и потом сразу же за ней испытания. Ну а на сегодня всё. Я прощаюсь с вами. С вами как всегда я и мой отец Николай. Всем добра.